Скажи, ты хочешь, чтобы этот жребий был с тебя снят? Ничего так не желаю, как этого. Хоть и понимаю, что судьба моя станет тогда жестокой, потому что не будет тогда у меня более никакой цели. Не я выдумала то, для чего сотворена, и мне дорого придется заплатить, приступив королевскую волю. Я мало знаю об устройствах, подобных тебе, но вижу и слышу тебя. По твоим речам ты представляешься мне разумной. Скажи, а что ты чувствуешь, когда стремление убить заложено в тебе? Я превосходно знаю, как преследовать, как настигать, как следить, подсматривать и подслушивать, таиться и прятаться, подкрадываться, обманывать, кружить и сжимать петлю кругов. И это доставляет мне радость. Снова спрашиваю тебя, что ты сделаешь, когда увидишь Оробиса? Снова отвечаю отче, что не знаю. Я не хочу причинить ему ничего другого, но то, что во мне заложено, может оказаться сильнее меня. Ты сестра моя. Как это понимать? Так, как сказано. Это значит, что не возвышу себя над тобой и не унижу себя пред тобой. Потому что, как бы различными ни были, твое неведение, в котором ты призналась, делает нас равными перед провидением. Иди за мной. Субтитры создавал DimaTorzok Да, здесь был Ородос. Но его предали и взяли хитростью и силой. Его похитили? Но кто? Зачем? Мерзавцы. Думаю, за тем, чтобы извлечь для себя корысть из его мудрости. Я освобожу Ородоса. Но ты же не знаешь, сможешь ли ты удержаться. Да. Но я верю, что я найду какой-нибудь выход. Может быть, я найду мастера, который отыщет во мне нужный контур и сменит его. Хорошо. Я попробую помочь тебе. Материал. Я нашел в тебе устройство, которого не имела ни одна из твоих предшественниц. Оно представляет собой многоразличную память о предметах для гончей машины излишних, ибо в ней записаны истории разных женщин, полные искушающих разум имен и речей. Именно от всего устройства проходит в тебе проводник смертоносной сути. Удалить твое жало, не вызвав при этом упомянутых последствий, не сможет никто. Жало понадобится мне. Я должна спешить на помощь. Что же касается того, смогла бы ты сдержать затворы, опущенные над известным местом или нет? Нет. Даже если бы хотела этого изо всех сил, на сей счет я не могу сказать ни да, ни нет. Я мог бы напылить на полюса известного места через трубку металл, стертый в порошок. Так что от этого несколько увеличатся пределы твоей свободы. Но все равно, ты не будешь знать, окажешься ли орудием его гибели. Я согласна на эту операцию. Разрешите мне переночевать у вас. Я очень устала. Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне. Скажу, что я обманула монаха и не обманула его. Ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу. Вернее, добыть ее, поскольку никогда раньше ее не имела. Если же спросите о том, что я собиралась делать с этой свободой, то не знаю, что вам сказать.